Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Вопрос такой острый и уверен, что, возможно, кто-то даже из батюшек откажется на него отвечать, потому что может в какой-то неудобной ситуации оказаться. Тем не менее, когда у нас под руками Священное Писание, мы всегда можем сказать истину, всегда можем разобраться, что же нам говорит Господь даже в каких-то таких ситуациях, где вроде уже неудобно рот-то открывать. Вопрос такой, может ли патриарх принимать ошибочные решения? Безусловно, может, все могут принимать. Собственно, мы же все люди православные, это мы знаем, что западные христиане постепенно выдумали целое еретическое построение, что вот патриарх Рима, известный более как Папа Римский, мы помним, тысячу лет единство православной веры было, что вот он непогрешим. И даже это было некоторое учение несформулированное, уже не так давно католики его утвердили, что да, теперь вот Папа непогрешим. Помнит, нет, ну конечно и грехов много у римского Папа, но нет, ну вот непогрешим, когда он в специальное заявление делает эскасседр. В православном учении ничего подобного нет, потому что это противоречит сути христианства. Да, у нас есть все-таки указание апостола Павла, который говорит, даже если ангел с небес сойдет и будет учить тому, чему я не учил, не верьте. Именно поэтому мы берем и, конечно, проверяем с помощью библейского текста, что нам говорит наш духовник, которого мы любим, который, возможно, с детства нас воспитывает и духовно о нас заботится, потому что он тоже грешный человек может ошибаться. Да, наш там батюшка, которому в храм ходят, и обычный священник и настоятель, епископ, что проповедует, патриарх, что говорит. Это совершенно не возбраняется. Единственное, что это надо делать с любовью. Апостол Павел, который говорит те же самые слова, что вот даже если ангел с небес будет проповедовать не то, что я апостол, где Павел говорю, он в другом месте в послании к евреям в 13 заключительной главе говорит очень важные слова. Слушайтесь, поминуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас не полезно. Тут вот надо каждое слово этого стиха помнить, потому что не просто апостол Павел говорит, ой, повинуйтесь, это начальники и так далее, а потому что начальники дадут за это отчет. Каждый священник даст отчет за каждый совет, данный своему духовному чаду. Каждый епископ дашь за каждое распоряжение по своей епархии. Святейший Патриарх тоже, почему так они именно готовятся, обрабатываются, комиссии различные готовят всякие проекты Патриарших решений, резолюции. Тоже, когда я работал в управлении Патриархии зарубежными учреждениями несколько лет назад, тоже некоторые распоряжения Патриарши, предложения, как Патриарх может по тому или иному вопросу принять решение, тоже приходилось готовить, подавать, потому что вся церковная структура, по сути, работает над тем, чтобы Патриарх дал какое-то решение, дал какой-то циркуляр. Вот в ситуации в нынешней, ситуации, связанные с коронавирусом, рабочая группа по коронавирусу тоже из лучших умов и ярких личностей нашей церкви совещается, думает, принимает какие-то решения. Но, тем не менее, вот все равно самое главное, это не оглядка на комиссии, не оглядка на какое-то там недовольство народа, а то, что надо будет давать отчет о Господу, о тех указаниях, которые. Поэтому наша задача не просто там слепо повиноваться, а наша задача участвовать, участвовать в некоторой вот такой церковной жизни и в исполнении этих решений, чтобы этот отчет нам всем вместе радостно давать на страшном суде. Но еще очень важен следующий, 18 стих. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Апостол Павел говорит, да, уверены, что добрую совесть, да, из лучших побуждений мы действуем. И правда, мы хотим, чтобы все честно получилось. Но зачем же он просит молиться? Если так все, то и какая молитва нужна? Потому что апостол Павел понимает, побуждение-то хорошее, но на выходе может быть какая-то ошибка. А, собственно, именно поэтому за святейшего патриарха мы молимся несколько раз на службе. То есть начинается мирная ектинья и тоже о великом господине отца нашим, кирилле, святейшем патриархе московском и всей Руси. Почему мы напоминаем? Если человек бы был безгрешен, безошибочный, то, конечно, бы уже мы молились не за него, а мы молились ему, как святому, который на иконах. Да и то, и вот святитель Николай, мы стоим, молимся, все равно он человек, что безгрешный, не ошибался. Ошибался. Но когда он уже умер, Господу приблизится, Господь уже все его грехи, недостатки его от этого очистил. А единственный человек, который во всем подобен нам, но который не имеет при этом греха. Это Господь наш Иисус Христос. Он абсолютно безгрешен, он совершенен, поэтому мы не молимся за него, а молимся ему и на него уповаем.